Я тоже говорю всем добрый вечер. Немножко волнуюсь, потому что первое вот это вот такое служение у меня. Но я думаю, что с Божьей помощью мы как бы расскажем вот эту вот историю, для чего мы собрались сегодня, чтобы поделиться опытом. И также хочу поблагодарить Господа Бога нашего за эту возможность, что Он помог нам в этот вечер собраться для того, чтобы я могла с вами поделиться своим опытом, как я пришла к Богу и через что я прошла. Ну, сначала я хочу рассказать свою небольшую биографию. Я, может, меня все не знают, Герасимчук Надежда. Живу в Бельцах, Молдове. Родилась я в Сынджирейском районе, в село Николаевка. Родилась я в православной семье. Семья у нас была большая. Четыре брата было и две сестры у нас было. Родители у нас были очень трудолюбивые, справедливые, честные. Это шестерых детей надо воспитать так, чтобы им потом не было стыдно за них. У нас очень, как бы, была дружная семья. Они, родители нас приучили тоже к труду, к честности, к пунктуальности, к любви. Они привили нам любовь к труду и привили любовь к людям. Они все время говорили, что никогда, чтобы мы никого не унижали, никого не оскорбляли. Вот это вот до сих пор вот у нас вот есть такое. Они всем нам образование дали, хоть нас шестеро было, но мы никогда ни в чем не нуждались. Это говорится по-мирскому, что у нас все было. Но дело в том, что мы росли без Бога. И это очень большой минус. Так как говорится, что родители были православные, это может только говориться, потому что у нас в селе только было православие, как бы. Никакого, ни о какой вере мы больше не знали. Нас не было ни о субботе, вообще познания не было. Ну, как раньше, это в те годы, 60-е годы, то наши родители как бы считали, что они православными. Но они очень редко ходили в церковь. В нашем селе не было церкви, а была в соседнем селе церковь. И когда наши родители, ну как бы, ходили в церковь, но это может один раз в год или два раза, и то только на праздники. И мы вообще как таково не ходили с ними на эти праздники, потому что они нас и не брали. Если один раз, может, я была там, то была только из-за того, что там давали конфеты и печенье. А больше, что бы я могла понять, если там все на молдавском языке было? А у нас село Украинское было. Ну, еще помню вот такой момент, что когда мы спим, утречком, может, просыпаемся, так, глаз открыли, или вечером уже ложимся спать, то мама все время стояла с покрытой головой перед иконой и молилась. Ну, вот это вот запомнилось такое вот. Но она одна молилась, что-то у нас с отцом никогда не молилась, и нас они не привлекали к этому. Отец, когда мы садились кушать, он молился, как бы тоже вставал, но в себе как-то. Мы не слышали, что он говорил. Когда мы уже покушали, все, вставали за стола, он тоже стоял и благодарил Господа. Но мы не были задействованы в этом. И еще хочу вот такое, как бы, припомнить, что вот у нас бабушка еще была, и вот то же самое она, как бы, знала, верила в Господа. Она вот так, как мы сейчас в пятницу собираем, как бы готовимся, все до захода солнца, все сделали, потому что завтра день покоя, день суббота. То она в субботу это все делала, потому что она, у них было воскресенье, день покоя. Она в субботу все сделала до захода солнца, помылась, оделась все и молилась, потому что так, как она одна была, в селе там еще подружка ее, может, приходила там. И все, в воскресенье она утром, если вставала, то она тоже одевалась красиво. Хотя она в церковь не ходила, но она одевалась красиво, могла до обеда не кушать ничего. Если в обед она кушала, то она молилась перед этим, подогревать она, не подогревала эту еду. И все время вот она, как бы, беседовала с подружкой, она сама размышляла над всем. Но она сидела, вот, как вспоминаю, старенькая такая, такая опрятная, такая все, и все взывала к Богу. В церковь я не помню, чтобы она ходила, потому что это было далеко, 7 километров, это не очень-то так легко было туда пойти, потому что пешком они ходили в церковь, туда и обратно. И так как на молдавском языке они ничего не понимали, то она старалась лучше дома быть. Ну, вот это вот такая вот, как бы, у меня история в домашних, как бы, условиях. Мы не знали Бога, мы не молились, нас чего-то не учили, не молиться, никогда мы садились за стол, не молились. Они, каждый, отец и мать, они себе молились, но каждый себе по-своему. Они вместе никогда не молились. Но к нам вот это, как бы, что они делали, к нам это, как бы, мы вот это вот запоминали все, и вот старались им подражать. Не то, что там молитвы, молитвы мы что-то не подражали им. А вот в том деле, вот что они делали, как они говорили, как они поступали, и все, вот это вот нам перешло все. Ну, и хочу еще сказать, что уже много лет спустя, мы уже, я уже узнала о субботе, узнала об истинном Боге, но бабушке уже не стало, уже некому было рассказывать. Поэтому, как говорится, что чаще всего люди из мира приходят к Богу, когда у них что-то, какая-то беда, что-то случается, горе, какая-то трагедия, что-то, ну, вот такое, что непоправимое, что пустота в душе. Вот они тогда ищут Бога. Вот так и случилось со мной. Была в нашей, попала в нашей семье, тоже случилась трагедия. Моей сестры, меньшей, умер, не умер, а шестилетнего мальчика сбила машина. Это был день города, тут была демонстрация, она шла на эту демонстрацию с этими детьми. И вот один шаг назад дал, он остался жив, другой шаг вперед дал, его машина сбила. Короче, ну, что делать? Он попал в больницу, и мне говорят тут люди, говорят, знаете что, если хотите его спасти, надо ездить в три или семь, не знаю, монастырей, объехать и дать на службу, заплатить определенную сумму там, поставить свечки, молиться, бить поклоны там, целовать эти иконы, и вот посмотрите, он будет жив. Сестра на эту не пошла, на эту удочку, а я чего-то вот, вот пошла, поверила этому, всё. Думаю, нет, я его должна спасти. Но я его очень любила, не только я его любила, его все очень любили, и соседи, и в садике, всё. Он был очень такой, шесть лет ему было, он очень был красивый и очень был послушный. Он, если ты что-то его попросишь, он тут, или мне надо там что-то, он говорит, ты сиди, я сам принесу, я сам сделаю. Вот такой он был, вот, как будто спешил жить. И вот эта вот беда случилась. Ну, ездила я по этим монастырям, всё делала, как мне говорили. Ну что, потом я смотрю, через месяц, ровно через месяц, он был в коме, так он не пришёл в себя, он умер. И я тогда подумала, что это обман. Где он спасённый, где он живой, где он, для чего вот это вот всё, лишние деньги, трата на всё, это для чего вот это выкинуто из ряда? Думаю, нет, тут что-то не то. Похоронили мы её, и я сильно тогда заболела, у меня такой нервный стресс был, что я попала в больницу. И я там за неделю лечилась где-то, и сестра с мужем потом приходит ко мне и говорит, Надя, ты знаешь, в городе, говорит, проходит миссия. Говорит, так много людей туда ходят, что, говорит, даже места нет, чтобы где-то сесть, это в Доме культуры. Давай приходи туда, и услышишь это слово. А я говорю, как я приду, если я в больнице лежу, кто меня отпустит? Она говорит, а ты до пяти, до шести часов там эти врачи, они потом уходят домой. А ты у этой старшей медсестры, которая дежурная, опросись, и потом там два часа проходит эта миссия, и ты вернёшься обратно, успеешь. Я так и сделала. На второй день я поехала на эту миссию. Действительно, там народу уйма. Полный зал забитый, негде сесть. И балкон, и... Ну, вообще, я и столько народа ещё не видела никогда, мне кажется. Ну, полно, полно народу. Пришли, мы сели там, и началась проповедь. А тогда вёл проповедь Валера Рябой, Валера Рябой и Гордуялы Борис. И первый раз, что я, когда я зашла, я услышала, что музыка играет, что псалмы поют, стихи рассказывает. Думаю, что-то тут не то. Я вообще думала, что верующие, там они только молятся, и больше ничего. Никакой музыки, ничего, там мрак один, и всё. Тут это мне понравилось. Думаю, смотри, какие псалмы, как они красиво поют. И началась проповедь тоже. Очень меня эта проповедь затронула, что я бы слушала, и слушала, и слушала. Хоть до этого дня я даже никогда не слышала проповедь. Я ничего не знала, я молиться не знала. Я вообще не знала вообще Бога. Вот жила, как все, так и жила, и всё. Но в православную церковь я тоже не ходила. Потом, когда закончилась проповедь, Борис Горгояло объявил, говорит, кому может что-то непонятно, может кто-то хочет какие-то вопросы задать. Подойдите к нам, мы индивидуально дадим ответы на ваши вопросы. Сестра говорит, давай, Надя, подойдём, дадим вопрос о нашем, о её сыне. Как будет после смерти, что будет? Ну, мы подошли, вот рассказали свою трагедию, и он так на нас посмотрел и говорит нам, знаете, если вы верите в Бога, если вы верите в Его обетование, если вы будете ходить в церковь, то когда будет пришествие Иисуса Христа, Он всех детей малых на руках поднесёт к своим матерям. Вот это нас облегчило. Это нам так стало легко, как будто мы какой-то груз с себя скинули. Думаю, вот это вот хорошо, всё, мы будем ходить, чтобы он потом жил. Ну, всё, кончилась миссия, раздают всем Библии. А мне не дают Библию, потому что я не посетила столько этих служений, сколько там положено. Там надо месяц было ходить и каждый день. А так как я пропустила все, хотела я Библию, но мне не досталось. А сестра с мужем ходила, муж говорит, зачем нам в доме две Библии, давай подарим одну Наде. Вот они мне подарили эту Библию, я такая рада, такая довольная, что у меня в доме Библия есть. Вообще я давно мечтала её иметь. Ну что, начала читать, я ничего так сама не понимаю. Потом начала ходить я в церковь. Они сначала снимали в Доме культуры, там какой-то кабинет, туда мы сначала ходили, а потом построился этот новый дом молитвы. И я начала ходить туда. И слышим проповедь Бориса Гардуялы говорит. Ну что, мол, люди ходят, но не возрастают в вере, познают истину, что-то слабо, крещение не принимают. Они остаются духовными карликами. Сестра подходит ко мне и говорит, Надя, мы же духовные карлики, как мы так и останемся? Я говорю, что делать? Давай крещение принимать. Ну давай, говорю, давай примем крещение. Короче, мы согласились принять крещение, начали исследовать писание. Сестра Зинаида Ротару мне всё время помогала, какие-то вопросы я не знала. Брат Иван Ротару, они всё время садились сзади нас на скамейки. И если там какие-то буклеты мы заполняли, сдавали экзамен, если что нам непонятно, они нам подсказывали. Как-то вот они так к нам привыкли, мы к ним, что мне казалось, что это, я попала точно в царство. Тут такие люди святые, тут, ну так мне, я даже вообще не понимала, что вот могут быть такие добрые люди. И вот мы приняли крещение. Приняли крещение, думали, что это всё. Всё, это уже всё хорошо у нас будет, всё, мы приняли крещение, мы уже спасены. Но тут-то не так. Тут только начинается искушение, испытание. Ещё больше нас вот тот атакует. Всё, начались проблемы дома, с мужем, в семье. Что? Муж говорит, куда она пошла? В Веру пошла? Это что такое? Это предатель. Начало это самое, ну, дело доходит до развода. Я говорю, ты знаешь, ты как хочешь. Но у меня на первом плане должен быть Бог, а потом муж. Так говорится, так говорят нам, говорю. Так в Библии пишут. Хотя я не знала, где ему там показать, что Бог должен быть, муж и потом дальше остальные. Я говорю, как хочешь. Ну, а он работал водителем и возил начальника одного. И пришёл на работу такой грустный и говорит, начальник его спрашивает, чего ты такой грустный? А он говорит, дома проблемы. Вот жена ушла в другую Веру, говорит, всё, ходит в церковь, не обращает на меня внимания, в субботу вообще ничего не делает вообще. Тот начальник посмотрел на него, подумал и говорит, Вася, скажи спасибо, что она пошла в церковь, что она не пошла в какой-то бар с подругами, что она не пошла ни налево, ни направо, что она пошла, и ты знаешь, где её искать, где она, что она ничего плохого тебе не... там плохого ничего не учит. Вот с тех пор он успокоился. Уже совсем другое отношение ко мне, уже совсем как-то по-другому обращается ко мне. Всё совсем по-другому. И вот он уезжает часто в командировку, и утром мне в субботу звонит. Надя, смотри, чтоб ты не проспала в церковь, потому что он знает, что я должна пойти в церковь раньше, открыть церковь, смотри, чтоб ты пошла, не за путь. Ты проснулась? Я говорю, проснулась. Всё, уже идёшь? Иду уже. Когда придёшь? Я говорю, когда приду, не знаю. Ну и вот часто беседуем с ним, говорю, давай идём со мной в церковь. Там не бьют, там не кусают. Увидишь, куда я хожу, что я слушаю, как это самое... Он говорит, нет, ещё не пришло время. Я говорю, время, может, и не наступит. Говорю, сейчас твой день, сегодня твоё спасение, завтра уже не наш день. Ну и вот так, не знаю, братья, конечно, всё время мне говорят, что есть, что два брата прислушиваются, приходят ко мне, всё меня спрашивают, я им с Библии читаю, всё, ищут Бога, ищут. А два брата, эти атеиста, ты штунда, говорят мне, и всё. Но я всё равно как бы не сдаюсь. Они знают, что я в субботу никуда не хожу, гостей дома не принимаю, что я только в церковь хожу, что они, когда я даже в гости к ним прихожу, они знают, что для меня пища должна быть приготовлена по-нашему, как ничего мясного. Они уже знают, и они вот это вот приветствуют. Иногда говорят, это хорошо, это для здоровья хорошо. Я говорю, так если хорошо, почему вы не делаете так, как хорошо? Ну, говорит, можно и со временем будем делать, но пока ещё, говорит, не пришёл наш час. И я вот благодарна Господу, что Он нашёл меня. Наверное, не я Его искала, потому что я Его не знала, а Он меня нашёл. И благодарю, что вот всё равно нашла я покой в своей душе. Если тяжело или что, вот знаю, что надо помолиться, чувствую Его руку, чувствую, что Он всегда со мною. И прошу очень Господа, чтобы Он как бы и переплавил мужа моего, потому что это очень тяжело вот жить, когда вот вдвое не веруешься, один верующий, другой нет. Вот когда становишься молиться, Он не становится. Когда перед едой молишься, Он тоже замечание делает. А что каждый раз, когда садишься кушать, и всё время надо молиться? Я говорю, а как же, каждый раз, чтобы Господь благословил эту пищу? А как ты хотел? Кушать надо, благодарить надо Господа. Конечно, иногда я вот не то, что как бы завидую, а вот приветствую верующих, которые всей семьёй ходят на собрания, молятся вместе, размышляют над этим словом, уроки, разрабатывают уроки, размышляют над этим. А я одна всё время. Одна и, ну что, как одна, с Богом я. Но надеюсь, что Господь меня не оставит. И я это самое, сколько я... Я приняла крещение в 1999 году. Уже в этом году будет 21 год. И слава Богу, что я... Что я вот как бы с Господом. И то, что ещё бывает часто вот... Ну, разочарование. Часто бывает, что падаешь. Но я благодарна брату Игорю за гнидки, что он всё время, он меня поддерживает. Вот, ну всё время, или что-то он мне напишет, или вот какой-то совет даст. Ну, всё время он как-то меня вдохновляет. И я очень благодарна этому брату. И также Саша Узя тоже часто звонит мне, интересуется. Потому что знает, что проблема вот какая в такой семье, что один влез, другой по дрова. Да, это и благодарность Господу. Благодарность Господу за всех братьев, которых духовных, за сестёр духовных, что он послал мне столько... У нас в семье шестеро было, а тут он мне послал намного больше, с которыми я могу делиться и радостью, и печалем, и горем. Но думаю, что и молюсь, чтобы Господь помог приготовиться к славному пришествию. Чтобы ещё, конечно, не хватает, чего не хватает. Ещё характер надо ещё, как бы, уподобить Иисусу Христу и волю подчинить свою волю Христу. Потому что ещё, как бы, это работа длинная и трудный путь, чернистый путь. Чтобы дойти до конца, это надо смирение, кротость и долготерпение. Вот таким я опытом хотела поделиться. Больше, может, это много можно и рассказывать, но самое главное, вот я сказала, как я пришла к Богу, и я очень, очень, очень благодарю Господа, что Он меня нашёл. Субтитры создавал DimaTorzok